Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе вот такие ручки. И первое, что я подумала, когда увидела эти ногти, ну вы поняли, каких я на ноготь указательного, среднего пальца, большого, мизинца. В общем, эти ногти видны. На этих ногтях свыше покрытие такое вот бледноватое какое-то пятно. Я подумала, что клиентка просто сорвала ногти. Но нет, это не так. Это просто суперклей. Большинство ногтей у клиентки держится на суперклее. Периодически они отваливаются, и она их заново заливает суперклеем и приклеивает. Причем отслойки идут именно со стороны кутикулы. То есть на торце ногти держатся. Кроме ногти среднего пальца на левой руке. Остальные ногти все на торце держатся, а именно от кутикулы большие отслойки она туда заливала суперклей, прижимала. Ну и собственно вот так вот спасала свои ногти. Причем говорит, что отслойка пошла буквально на третий день после маникюра. Об этом она писала мастеру, у которого делала это покрытие, но тот мастер никак не реагировал, ничего не отвечал. Ну в общем клиентка оставила попытки связаться с этим мастером и начала искать себе другого мастера. Ну и собственно таким образом попала ко мне. Ее подружка ходит ко мне, делает у меня ноготочки. Ну и та порекомендовала, и вот клиентка у меня. Первым делом я снимаю старый материал, здесь достаточно большая высота, очень толстые ногти, причем они ровные. То есть если смотреть на блик, не придерешься. Блик сделан идеально, но объем большой. Хотя есть клиенты, которые любят такие толстые ногти. Эта клиентка не исключение, она говорит, что ей нравился вот этот объем, вот этот бугорок. И когда я начала снимать покрытие, она у меня спросила, мы же тоже сделаем такой бугорок? Ну не знаю, посмотрим. Итак, снимаю старый материал, убираю длину. Не знаю, удастся ли сохранить натуральный ноготь или нет, но сначала снимаю старый материал на длине, который пожелала оставить клиентка. Хотя клиентка любит длинные ногти, она отлично с ними справляется, но вот это вот покрытие настолько ее утомило, настолько она устала от длины, что сегодня мы делаем миндаль покороче. Ну, по ее словам. Ну и, собственно, мне нужно убрать суперклей полностью, не должно остаться ни единого участка, покрытого суперклеем. Значит, если на суперклей нанесу новый материал, то там будет отслойка. Сохранить длину на некоторых ногтях не удается, так как ногти треснули по линии свободного края, поэтому на некоторых ногтях длину убираю полностью. Ну и таким образом снимаю старый материал на всех ногтях. Это довольно долгая процедура, уходило у меня где-то 3-4 минуты на один ноготь, это очень долго. Самое утомительное в таких вот ногтях, это снятие старого материала, причем качественное снятие. Смотрите, какая толщина открывается, здесь миллиметра 3 точно, причем вот светлым видно старый материал, сверху предыдущий мастер наложила еще новый материал, он чуть потемнее. В общем, такие достаточно вкусненькие пирожки получились. Ну и вот они отслойки, я их на каждом ноготочке аккуратно убираю, аккуратно выпиливаю и убираю весь суперклей под этими отслойками. Когда весь старый материал снят и сняты все остатки суперклея, я выдыхаю, потому что тут уже знакомая для меня работа, ничего сложного нет. Все достаточно просто и поэтапно. Пилочкой опиливаю свободный край под подстановку формы, я обязательно прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец и распушиваю чешуйки ногтя. На ногтях, которые уцелели, я придаю форму свободному краю, у нас будет миндаль, клиентка хочет поуже, и с той длины, которую я имею, стараюсь выпилить максимально узкий миндаль. И обязательно прохожу пилкой по поверхности, убираю глянец, также распушиваю чешуйки ногтя для более прочной сцепки с базой. Смотрите, какой распушенный ноготок получился, это залог того, что не будет отслоек. Далее апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу и открываю под кутикульный карман. Ну и фрезуя, прочищаю, выполняю маникюр, избавляюсь от всего птерики, я приподнимаю кожу для среза и шлифую кожу изнутри. Клиентка у меня спрашивала, почему у нее могут быть такие отслойки. Причина таких жутких отслойок со стороны кутикулы, я в данном случае вижу только два варианта. Первый, это либо плохо сделан маникюр, плохо подготовлена ногтевая пластина, плохо вычищен птеригий, либо слишком длинные ногти, плюс ко всему еще слишком много материала. То есть свободный край явно перевешивал, провоцируя отслойку со стороны кутикулы. Или возможно здесь и тот и тот вариант сыграл роль. И такие вот в сумме два эти негативные фактора повлекли за собой вот такое вот нехорошее последствие. Так что качественный маникюр, хорошо подготовленная ногтевая пластина и в меру сделанный укрепляющий слой. Глупо считать, что чем больше материала, чем больше укрепляющий слой, тем крепче ногти. Нет, это неправильно, всего должно быть в меру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно убираю везде хорошенько пыль, ну и сравниваем. На подготовленные ногти я наношу кислотный праймер. Очень много было отслоек, я не знаю конкретной причины их появления, поэтому, чтобы максимально высушить ногти и избежать этих отслоек, я наношу именно кислотный праймер. И далее каучуковая база, я втираю базу в поверхность ногтя. Смотрите, какие белесые ногти, это говорит о том, что они максимально сухие. Работать буду сегодня материалами Космопрофи. Частенько вы видите их у меня в кадре, потому что я очень люблю эту торговую марку. И в честь праздника 14 февраля Космопрофи делает всем своим покупателям приятный бонус-скидку в 14% практически на все товары. Ссылочку на акцию оставлю в описании прямо под этим видео, обязательно проходите. Короткие ногти нужно нарастить, выровнять по длине с остальными, подставляю в форму. Делать свободный край буду акрилатиком в оттенке Soft White. Это молочный акрилатик. Если честно, выстраивать свободный край больше всего мне нравится именно акрилатиком. Мне кажется, это самый быстрый вариант. Апельсиновая палочка утаптываю, придаю форму. Обязательно перекрываю точки в рост. Потому что, конечно же, я могу и гелем выстроить свободный край, здесь нет для меня никаких проблем. Но почему-то именно быстрее и именно легче и комфортнее мне это делать акрилатиком. Далее придаю форму свободному краю, сравниваю по длине с остальными ногтями, ну и соответственно по форме. Немного прохожу пилкой по поверхности, убираю бугры, если они получились. И теперь укрепляющий слой. Я его буду выполнять также гелем от Космопрофи молочный бежевый. Это очень красивый гель. Вообще их линейка молочных оттенков это что-то невероятное. В работе эти гели просто какое-то волшебство. Смотрите, он никуда не затекает, никуда не убегает. Позволяет довести материал до кутикулы, по бокам, везде хорошенько выровнять. Переворачиваю руку ногтем вниз, чтобы гель стек с боков в центр. Клиентка хочет ногти с бугорком. Не знаю, насколько мне получится это сделать. Я еще добавила капельку материала в зоне апекса. Вот максимум, который я могу сделать. То, что мы сейчас имеем. Проверяю блик и отправляю в лампу. Не знаю, нравится ей или нет. Может она побольше хотела бугорки. Но побольше я не рискнула делать, чтобы не перегружать ногти. Вот такой оттенок имеет гель. Очень красивый, необычный, молочный бежевый. Но у нас получился небольшой затек на ногти безымянного пальца. Видимо клиентка неровно руку в лампу положила. Или я долго возилась с выравниванием геля. В общем, как бы там ни было, эту ситуацию нужно исправлять. И исправляю я ее пилочкой. Убираю этот наплыв. Клиентка очень любит красные ногти. Говорит, что зимой делает только красный цвет. Ну и сегодня не исключение. Выбрали вот такой вот красный от Космопрофи под номером 019. Первым слоем он ложится полупрозрачно. А вот вторым слоем уже придаю плотность оттенку. И прокрашиваю кутикулу, чтобы там при отрастании была ровная и красивая линия. Когда клиенты первый раз ко мне попадают, они хотят какие-то удивительные дизайны. Назовем это так. В общем, на скошенную кисть, на кончик я набираю черный гель-лак. И по периметру прохожу кисточкой. Черным гель-лаком по самому краю. А к центру получается такая плавная растушевка. Теперь тонкой кисточкой с черным гель-лаком прохожу по периметру, чтобы там было максимально везде все прокрашено и был плотный оттенок. Белым гель-лаком рисую месяц по линии улыбки. И черным гель-лаком на этот месяц усаживаю кошку. Сначала рисую тельце, потом из этого тельца вытягиваю шею. На шею рисую голову. Тоненькой кисточкой вытягиваю треугольнички ушки. Ну и обязательно рисую хвост. Не захотела оставлять белый месяц, хотя клиентка захотела именно белым его. Я все-таки наношу серебристые блесточки, побольше наношу у уголков, а к центру делаю плавную растушевку. И перекрываю все ногти топ. У меня глаз топ люминус от Космопрофи. Это топ без липкого слоя и дает очень красивый глянец. Ну и по традиции напоминаю, какие ручки ко мне пришли. Без слез не взглянешь, так сказать. И какие ноготочки мы по итогу получили. На эту работу у меня ушло 4 часа. Очень долго мы снимали старый материал. И очень долго я выпиливала суперклей. Напоминаю, ссылка на интернет-магазин Космопрофи будет в описании прямо под этим видео. Не забывайте о скидке в 14% Космопрофи с любовью дарит ее вам. Ну а если вам было со мной интересно, жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных видео. Ну а на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok